Шесть пациентов в психбольнице объединяются, чтобы отомстить своему врачу. Но вскоре становится непонятно, кто из них настоящий псих. Это фильм «Седьмой пациент». Погнали! События фильма происходят в Институте психических исследований. Тут находится множество людей с различными психическими расстройствами. Санитары привыкли к своим странным пациентам и спокойно играют в азартные игры во время своей смены. В институт прибывает известный психиатр доктор Маркус. Он просит директора Пола Виктора позволить ему опросить шестерых своих пациентов. Все они тяжело больны и очень опасны для общества. Эти люди нужны доктору Маркусу для исследования в рамках его новой книги. Виктор согласен и дает коллеге полную свободу действий. Директор института вызывает санитаров Шейна и Кайла и просит их привезти Маркусу первого пациента. Это молодая симпатичная женщина по имени Джоу, которая находится здесь уже 17 лет. Она уверена, что ее мать пыталась от нее избавиться и страдает от булимии и анорексии. Девушка сидит в наручниках. Маркус хватает нож и пугает Джоу, заставляя ее вспомнить свои самые ужасные страхи. Девушка признается, что ее мама была очень хорошей и любила ее. Но однажды у нее начались кошмарные видения. Ей казалось, что в дом проник преступник и расправился с Джоу. Это оказался не человек, а настоящий демон. Чудовище напало на ее младшую дочь Кейти. Женщина схватила нож и вонзила его в демона. После этого в комнату вошла живая и невредимая Джоу. Маме опять померещился демон, и она погналась за второй дочерью. Малышке удалось спрятаться в ванной, но мать выломала дверь. Чтобы спасти свою жизнь, Джоу пришлось совершить ужасное преступление. Однако доктор Маркус ей не верит. Он уверен, что Джоу – настоящая хладнокровная преступница, которая избавилась от матери, потому что ревновала ее к отцу. Девушка рыдает, и в кабинет прибегают санитары, чтобы увезти ее в свою палату. Вскоре в кабинете Маркуса появляется второй пациент. Это мужчина по имени Джей Ди. Его нашли в лесу, одетым только в банный халат. Он не может вспомнить, кто он такой. Обычно этот пациент спокоен, но порой у него случаются приступы бешенства после ночных кошмаров. А еще Джон очень боится полиэтиленовой пленки. Доктор Маркус использует страх этого бедняги, чтобы тот запаниковал и вспомнил свою историю. Угрожая ему рулоном полиэтиленовой пленки, он заставляет мужчину рассказать ему все, что тот знает. Джей Ди признается, что был в отпуске в Британии, и там на него напали. Неизвестный преступник был в черном костюме, галстуке и перчатках. По словам Джей Ди, он лишил его жизни. Однако наш герой все запомнил. Что интересно, это преступление случилось на Хэллоуин, когда дети ходили по домам и требовали у всех конфеты, а взрослые наряжались в самые удивительные наряды. Поэтому преступник с красными пятнами на лице, который тащил что-то в полиэтиленовой пленке, не привлекал к себе особого внимания. Прохожие на улице были уверены, что это просто элементы костюма, и даже помогали ему тащить тело, а потом пригласили его на свою вечеринку. Преступник согласился и пришел на тусовку вместе с телом. Его угощали выпивкой, с ним фотографировались, и он стал настоящей звездой этого вечера. Одна из девушек по имени Мэгги даже начала с ним флиртовать. Преступник сказал, что ему пора уходить, ведь он должен избавиться от тела, и его новые друзья тут же согласились ему помочь. Все вместе они приехали на небольшую поляну в лесу, вытащили тело из машины и понесли его вглубь леса. Там они разожгли костер и выкопали яму. После этого преступник метнул в одного из своих новых друзей топорик, во второго нож, а против третьего использовал лопату. Мужчина вернулся к машине, в которой оставалась Мэгги, и поцеловал ее. Рядом появился офицер полиции. Преступник прогнал его и уехал вместе с Мэгги. Мы возвращаемся к профессору Маркусу и Джей Ди. Мужчина уверяет психиатра, что эта история – чистая правда. Однако психиатр ему не верит и заявляет, что Джей Ди – лжец. После этого его уводят санитары. К Маркусу приводят третьего пациента. Это женщина по имени Габриэль, которая лишила жизни другую женщину на почве ревности. Она находится в лечебнице уже 10 лет и заявляет, что на нее напали зомби. Ее диагноз – биполярное расстройство, галлюцинации и депрессия. Габриэль уверяет, что не совершала никаких преступлений и скучает по своему мужу. Женщина начинает свою историю. Она была молодой, веселой и красивой, и обожала своего мужа. Увы, в их городе появились зомби. Муж Габриэль их совсем не боялся и смело с ними сражался. Однажды он увидел девушку, за которой гналась толпа зомби. Монстры повалили ее на землю и набросились на нее. Мужчина спас ее и привел к себе домой. Там он затащил ее в подвал, где сидела девушка-зомби, вырубил и предложил свою добычу монстру. Похоже, этой зомби была сама Габриэль. Вот так поворот. Конечно же, профессор Маркус ей не верит. Он говорит, что Габриэль – больная, злая, завистливая женщина, избавившаяся от своей соперницы, и просит санитаров увести ее прочь. В кабинете появляется четвертый пациент. Это юная девушка по имени Сара, которая не хочет жить и страдает от ночных кошмаров. Сара требует Маркуса принести ей лопату и рассказывает свою историю. Саре было 12 лет, когда пропала ее лучшая подруга Вик. После этого она захотела купить лопату. Денег не хватило и пришлось разыгрывать прохожих на улице, чтобы собрать нужную сумму. А потом делать пакости родителям, ведь за каждое матерное слово они бросали в ее банку по 2 доллара. И вот, деньги собраны, и лопата, наконец, у Сары. Дальше мы видим, что тело Вик находится в ее комнате. Сара выкапывает большую яму и засыпает ее землей. И даже оставляет сверху открытку. Профессор Маркус уверен, что эта история тоже ложь, и просит санитаров увести девушку прочь. Пришло время для пятого пациента. Это Джесса, и она не разговаривает после того, как избавилась от своей матери и сестры. В медицинской карте указано, что она одержима злыми духами. Девушка может общаться только жестами. Маркус достает кристалл на цепочке и пытается загипнотизировать Джессу. В состоянии транса она делится своей историей. Она была маленькой девочкой и гуляла по лесу. Кто-то расправился с их собакой. И Джесса признается старшей сестре Каре, что это сделала она по приказу таинственной плохой леди. Их мама уходит на вечеринку, и сестры остаются дома одни. На Джессу кто-то пытается напасть. Кара пытается изгнать из дома злобного духа, используя магию Вуду и еще несколько трюков, о которых она прочитала в интернете. Девочки проводят обряд изгнания, в процессе которого демоническая плохая леди пытается напасть на Джессу. Однако Кара защищает ее. Демон покидает их дом, и жизнь налаживается. Увы, ненадолго. Ночью демон возвращается. Кара слышит чей-то голос, бежит в комнату мамы и видит, что на нее кто-то напал. Появляется Джесса, одержимая злым духом, и замахивается на сестру лопатой. На крик девушки прибегают санитары и уводят ее прочь. Профессор Маркус успевает назвать ее психопаткой и преступницей. А у нас остался шестой пациент. Это странный мужчина с безумным взглядом по имени Дэймон, который верит в вампиров и готов с ними сражаться. Профессор Маркус просит Дэймона рассказать его историю. Мужчина заявляет, что нашел множество вампиров и нанял человека, чтобы с ними расправиться. Мы переносимся в полицейский участок. Мужчина по имени Джон напал на девушку по имени Джанет и оказался под арестом. На допросе выясняется, что он расправился также с одной супружеской парой, используя при этом кислоту. Джон отвечает, что все сделал правильно. Люди, на которых он напал, были преступниками, маньяками, дилерами и отбросами общества. А еще они все были настоящими вампирами. Кстати, офицер полиции тоже вампир, поэтому Джон хватает осиновый кол и нападает на него. Именно Джона нанял Дэймон, чтобы сражаться с вампирами. Он заявляет, что теперь должен найти главного вампира и расправиться с ним. Маркус говорит Дэймону, что мужчина притворщик и у него фальшивый психоз. И просит санитаров увезти его. После этого он просматривает записи своих пациентов, долго о чем-то думает и выходит из кабинета. Мигает свет, и психиатр замечает, что кто-то расправился с обеими санитарами. В этот же момент он получает удар лопатой. Маркус приходит в себя в каком-то кабинете. Его окружают шесть пациентов, которых он недавно допрашивал. На психиатра одели смирительную рубашку. Дэймон берет в руки осиновый кол. Маркус кричит, что он не вампир, однако его никто не слушает. В него вонзают кол. Маркус внезапно просыпается. Мы видим, что он седьмой пациент. Санитары успокаивают его, после чего в его палату входит доктор Виктор. Мужчина говорит, что он не знаменитый психиатр, а обычный психопат, который находится тут уже 30 лет. Виктор лечащий врач Маркуса. Он использует те самые слова и приемы, которые ранее использовал Маркус, и требует его рассказать всю правду. Мужчина признается, что когда он еще был ребенком, они с матерью отправились зимой в горы. Там они увидели заброшенную машину и открыли ее, однако внутри никого не было. Вскоре мама Дэниела заметила под деревом водителя и его пассажирку, а сам мальчик нашел ключи зажигания и завел машину. Мать обругала сына за глупый поступок, однако после этого сама села за руль, а потом открыла багажник. Среди различных вещей они нашли сладости и съели их. Внезапно на маму Дэниела напала девушка-зомби. Мальчик пытался ее защитить. Вдвоем им удалось отбиться от монстра, однако зомби успел укусить женщину. Она отдала сыну ключи от машины и попросила ей помочь. Дэниел взял в руки пистолет. В нем не было патронов, пришлось использовать палку. Маркус приходит в себя. Мужчина рыдает, а Виктор называет его лжецом. И высмеивает точно так же, как он издевался над пациентами в своей галлюцинации. Но когда Виктор поворачивается спиной, Маркус нападает на него и хватает за шею. Забрав у него ключи от камеры и очки и прихватив с собой лопату, он говорит, что пришло время сделать обход. Бедные пациенты.